Пока депутаты новый закон дорабатывают, мы с вами платим за жилищно-коммунальные услуги по нескольким квитанциям. И как-то к этому уже привыкли. Вместе с тем, не секрет, что сумма в расчетке напрямую зависит от того, передали показания счетчика в положенный срок или нет. Согласитесь, хоть раз в жизни каждый из нас забывал или не имел возможности это сделать. За что расплачивался в рублем? Чтобы избежать этого, в России решили перейти на умные счетчики. Правда, пока только электричество. Соответствующий закон был подписан главой государства. Согласно документу, поставщики электроэнергии по истечении межповерчного интервала, срока эксплуатации или в случае неисправности приборов учета должны произвести их замену на интеллектуальную систему. В Югре эта программа заработает с 1 июля 2020 года. Но в некоторых городах, в частности в Кагалыме, новые технологии уже опробируют. В вопросе разбирался мой коллега Артем Томильцев. Практически ежедневно Ярослав Чекал поднимается на крышу одной из многоэтажек Кагалыма. Все дело в том, что здесь установлен принимающий передатчик и передающая антенна. Это оборудование предназначено для получения информации с так называемых умных счетчиков, которые впоследствии уходят в единый расчетный центр и водоканал. Таким образом, мужчина отвечает за ежедневные отчеты показателей энергоприборов вместо потребителей коммунальных услуг. Обычные счетчики вы лезете куда-нибудь в шахту, под стол, куда-нибудь под раковину, сами там всегда с фонариком высматриваете, переписываете. И главное, запоминайте, когда вам это делать и старайтесь не забыть. Потому что если вы забудете, то вам будет перерасчет делать, там будет сумма больше. А автоматические счетчики, они стоят, работают, ежедневно отсылают ваши показания актуальные. Внешним видом эти счетчики ничем не отличаются от всем привычных. Принципиальная разница лишь в том, что здесь установлена специальная программа, которая в свою очередь делает такой девайс дороже традиционного прибора. Так, водяной гаджет будет стоить около 3600 рублей, на электричество 7,5, а тепловой прибор учета обойдется около 15 тысяч целковых. По словам Ярослава, расчет можно произвести с рассрочкой, а изначальная цена отобьет себя в будущем. Если вы куда-нибудь уезжаете, то вы не беспокойтесь о том, что, например, за вас показания уйдут или не уйдут. Если у вас квартиранты живут, то вы опять же не переживайте о том, что они будут актуальные показания передавать, не будут умалчивать. Счетчики будут делать все сами. В этом их главное преимущество, то есть освобождается ваше время. Освобождают время потребителей, причем уже давно, коммунальщики, отвечающие за тепло в квартирах горожан. Практически во всех многоквартирных домах стоят общедомовые приборы учета, которые автоматически отсылают данные о потребленной теплоэнергии. Однако, если абонент захочет подключить индивидуальный счетчик в своем жилище, этого сделать не получится. В старых многоэтажках не предусмотрена развязка, а в новостройках нет единой системы расчета. Есть сложность в том, чтобы в самой методике расчетов, если, допустим, у всего дома установлены приборы учета внутриквартирные, то тогда это все нормально рассчитывается. Если хотя бы один прибор выходит из строя, либо кто-то отказывается устанавливать себе внутриквартирные приборы учета тепла, то тогда начинаются сложности, потому что методика не разработана по такому расчету. Максимально сэкономить время на передаче данных за потребленные коммунальные услуги, освободить жильцов от походов в снабжающие организации и делать перерасчеты, если показания приборов учета не были переданы вовремя. Все это возможно с установкой так называемых умных счетчиков. Попробуем провести расчет. Средняя статистическая семья из трех человек, при условии, что дома установлены приборы учета, платит ежемесячно за водоснабжение чуть более тысячи рублей. Это примерно 7 кубов. Здесь уже включены подача холодной и горячей воды, а также ее отведение, то есть канализация. Если счетчиков в квартире нет или жильцы забыли передать данные, то будет применяться действующий норматив. Таким образом сумма вырастет в три раза, что заметно ударит по семейному бюджету. Ведь еще нужно платить за свет и теплоэнергию. Артем Томильцев, Николай Сапожников. Специально для программы «Вместе о главном». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова